привет друзья привет мы все-таки вышли погулять сегодня я загрузила видео нового проекта это платье почему-то мне хочется назвать его платье ажурное вот просто ажурное честно скажу что я просто захвачена этим проектом то что уже вырисовываются это просто красота красивая а вот но гулять все-таки надо согласны я думаю что согласны я вам открою маленькую тайну мне таких трудов стоило ее вытащить на улицу на вязать 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 ее чуть ли не пинками плюс и кайф может сюда пойдем ну на самом деле он немного лукавит просто он любит так шутить я всегда за за прогулку но вчера вчера у нас полдня то есть утром было солнышко все хорошо а к вечеру нам пообещали дождь и причем это дождь случился то есть он лил целый вечер а я на вечер отложила выход на прогулку ну естественно я никуда не пошла алёша днем сходил он знал он знал вот поэтому надо наверстывать упущенное то есть ходить все равно нужно я все в том же своем прикиде да еще есть одно дополнение я потом вам покажу я еще одела гетры которые странно подходят то есть мой жилет и от нас единственное что я один да вот сейчас мы пройдемся по мосточку вы сзади увидите что мост вот мы сейчас по нему идем видите на нем нет вообще снега то есть его полностью вчера очистили так вот под вот эту вот куртейку кстати это куртка из интернет-магазина т-декор т-декор громаднейшее вам благодарю нашим с удовольствием я под эту куртку отдела в отличие от вчерашнего дня позавчера что вчера я не ходил лёшкину водолазку из кашемира и вот к чему я это все рассказываю почему она перешла ко мне потому что это водолазка постиралась в машине на режиме шерсть и благополучно села из лёшкиного 54 52 в плечах и 48 в плечах в общем она ему стала мало и конечно он ее отдал мне там уже по ней небольшие такие микро дырочки которые я все время зашивают девочки но кашемир есть кашемир он греет на самом деле греет это тепло и легко вот так что у меня к вам вопрос как вы водолазка кстати было ну так скажем магазинная то есть связано на машине то есть на не ручного вязания он видите как девушка катается красота я так не умею вот как я не раскатывала все равно не получается вот и ну я и до этого стирала вещи вручную я не знаю на каком-то подсознательном уровне мне почему-то боязно даже если есть режима в машине 6 или деликатная стирка как она называется то можно типа стирать шерстяные изделия я не стираю девочки напишите пожалуйста как вы вообще связаны вещами как вы стираете где вручную или на машине потому что я не стираю эти вещи в машине мне легче как бы постирать вещь вручную потому что мне жалко мой труд если вдруг она вот сядет но здесь жалко собственно говоря средства которые были люшеком потрачены на эту пашемировую водолазку она дорогая на самом деле которая вот так вот благополучно села ну собственно давайте я рада этому потому что сейчас я в ней мне легко и мне тепло поэтому к вам еще еще раз напомню еще одна просьба напишите как вы вообще стираете вязаные вещи которые вяжете своими руками ну и вообще вязаная вещь вот так что у нас сегодня пасмурно мы сейчас переходим опять к этому шоссе которое нам нужно перейти и попадаем на наш парк тернецкая дубрава надо ходить хотя честно говоря вот есть сравнение да вот утроли где светило солнце и мы гуляли и сегодня ну тем не менее как говорится у природы нет плохой погоды поэтому мы гуляем взяли с собой термос опять взяли чай и если что-то будет интересное мы обязательно включимся и вам покажем но сейчас мы будем переходить вот эту дорогу вот до леса говорит пошли пока светофоры там загорелись в правильном направлении в общем я еще включить ну что друзья добрались мы до первой палубы так скажем у нас их в этом парке где и это палуба которая вот не очищена видите она вся в снегу вторая палуба там вообще под 0 до досок все очищено вот вам хочу показать пруд которые сейчас у меня за спиной посмотрите это еще конечно не вода но уже и не снег то есть реально вот за эти два дня когда мы не были в этом месте реально снег осел и уже скоро я думаю что совсем растает вот эта корка которую вы сейчас наблюдаете у меня за спиной на пруде и уже будет водичка в общем мы все ждем этого момента но пока вот здесь не очищенная палуба хотя конечно снег уже так хорошо подсел уже даже вот я стою практически на дереве то есть начинает все таять даже без рабочих снег сам по себе уходит но мы еще не пили чай мы еще не дошли до нашего заветного места в общем идем дальше решили остановиться прям далеко не уходя лёшик взял плед который можно укрыться и чувствовать себя вполне комфортно потому что как только останавливаешься без движения сразу как-то становится зябко поэтому мы всегда берем с собой что-то укрыться но во всяком случае я теперь давайте посмотрим что же там взял лёшик вот такой вот мед величайшный ну это ты покупал просто супермаркете да мы вообще мед покупаем у нас в коломенском есть такая ярмарка меда которая два раза в год открывается и у нас уже там есть постоянные наши продавцы у нас есть их телефон и когда они приезжают нам даже сбрасывают смс-ку и говорят что мы уже приехали приезжайте к нам мы привезли вам мед как они братья николаевские из чувашия вот братья николаевские так что если мы меня чувашия смотрит мы рекомендуем вам этого производителя меда это не реклама мы покупаем этот мед у него уже много лет наверное лет 5 точно и как бы не хотим переходить на других продавцов меда естественно да на этой ярмарке очень много всякого меда и везде мы пробовали но вот остановились на братьях николаевских и вот покупаем их мед но сегодня мы не взяли это просто мед из супермаркета не просто лёшек вот так любит макать мусихин хороший частных пасек вот лёшек любит макать орешек в мед и потом потом и потом припевать чаем красота как вкусно я сейчас тебя лёшек поснимают и потом присоединюсь к тебе ну что ж работу блогера надо выполнять друзья так что всем приятного чаепития и хороших прогулок если вы сейчас собираетесь гулять а гулять нужно нужно двигаться движение это жизнь ну этот плед не совсем сюда подходит но сюда подходят вот эти гетры свяжите себе такую штучку и вы будете чувствовать себя очень комфортно потому что на самом деле пол ноги в тепле и она распространяется естественно на все ваше оставшееся тело в общем я опять вся в таком прикиде может ли чай может встанешь покрутишься и будешь продолжать пить чай хорошо стану покрыть вот такая я вся растакаю тепло уютно лёшкина водолазка мои гетры мой жилет этнос в общем круто гуляем наслаждаемся пьем чай море позитивных эмоций да а я так люблю когда леночка улыбается когда она радуется так приятно так что выходить и все гулять поднимайте себе настроение двигайтесь и будьте здоровы ну а мы продолжаем пить чай как-то один раз даже не помню нет не прошлый год наверное два года назад потому что в прошлом году началось это мракобесие да точно это значит был 18 год мы гуляли также вот в нашем парке также вот ходили такие мчэс ники и проходя в зоне пляжа сейчас там песочек нам посыпали может мы сегодня туда сходим не знаю гуляла девушка причем она так интересно ходила ходила вдоль пляжа вдоль берега так вот прям вот рядышком рядышком а погода была вот такая уже то есть если вы пойдете то вы провалитесь так что люди разные и в итоге вот она гуляла гуляла и потом вот прям на наших глазах и пошла в сторону льда то есть вот по пруду и вот я не знаю то ли специально то ли этот мчэсник за ней следил они же психологи еще они ну по одному взгляду уже понимают чё человек хочет покинул лёшик увидел своего друга ага хорошо вот и он ей типа девушка девушка вы куда не знаю чё она там ему ответила но как бы не титул среди своего друга лёшка вот я к чему все это говорю видите сколько разных людей которые может быть и хотят свести там счет из жизни я не знаю вот и в этом парке у у нас работает служба мчс вот сравните почувствуйте разницу вот вторая палуба которую о которой я вам говорила вот она очищена видите она прям вообще сухая вот поэтому такая служба наверное нужно мне конечно двоякое мнение об этих людях спасать их или не надо тут как бы палка о двух концах но то что мчс у нас ходит и следит если что это да во всяком случае на этом пруду я вижу в этом парке а вот в кусковом были там таких мчс ников я не видела ну ладно не будем о грустном скоро все растает скоро все зазеленеет и будем ходить гулять будем гулять будем вязать будем жить а сейчас я переключусь на фронтальную камеру покажу вам там две уточки уже они видимо прилетели из того от стойника где их море мы вам показывали буквально вот позавчера и уже облюбовывают себе места уже так скажем начинаются у них вот эти свадьбы и скоро уточки начнут откладывать яйца вот полюбуйтесь на эту парочку селезень уточка и вот нашли же они там вообще я не знаю лужица водички видите селезень сейчас пьет и уточка сидит рядом и вот они уже начинают кучковаться у них свадьба вот такие ухаживания а пруд еще замерзший вот только-только вот сейчас проталины в начале пруда начинает оттаивать но еще вот видите ой сколько их полетело видите сколько уток полетело они уже начинают забивать здесь себе места потом когда выведутся выведутся утята у них тут тоже начинаются ссоры и они как бы каким-то образом помечают свое пространство и если кто-то нарушает то тогда вот начинаются драки вот видите уже вот такая утиная максимально приблизила не хочу ближе подходить не хочу их пугать уже очень такая прекрасная идиллия видите как он ее оберегает рядышком с ней вот такое мужское сильное плечо я желаю всем женщинам такое сильное мужское плечо вот весна весна красна а вот еще одна семья это другие уже вот они уже кучкуются вот они пошли видите полетели а та парочка вон там в кустах сейчас их не видно короче это уже вторая семья друзья хочу поднять вам настроение видела всяких разных я объявлений там теряются кошки, собаки но чтобы потерялся квадрокоптер зарегистрированный я такое вижу впервые честно говоря я сдерживаю смех чтобы не тряслась камера но вы посмотрите улетел квадрокоптер с камерой зарегистрированный нашедшего просьба вернуть за вознаграждение гарантируется ну и тут вот телефон друзья это что-то с чем-то я по-другому это никак не могу прорекламировать это вот искусственный интеллект не знаю мне вот меня размешило это объявление если честно вы такое когда-нибудь видели вот что значит цифровизация улетел не послушал хозяина и улетел 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 и улетел и Продолжение следует...